На месте убийства в Бирюлево Егора Щербакова люди устроили народный сход. К месту митинга прибыли сотрудники ОМОНа с целью не допустить народных волнений. Напомним, этот случай произошел в ночь на 10 октября в Москве в западном Бирюлево. Убийство Егора Щербакова всколыхнуло общественность. Молодой человек с девушкой выходили из машины. В это время к молодой особе начал приставать мужчина неславянской внешности. Молодой человек заступился за девушку, однако незнакомец достал нож и нанес ему несколько ножевых ранений. После чего Егор Щербаков скончался на месте, а преступник скрылся в неизвестном направлении. До сих пор полиции его задержать не удалось. После этого ночью люди устроили народный сход на месте убийства в Бирюлево 10 октября. Люди требовали найти преступника, а также обеспечить безопасность местным жителям в ночное время. Чтобы не допустить народных волнений, на место прибыли наряда ОМОН. Сотрудники полиции обеспечивали безопасность также у платформ и торговых центров. В свою очередь правоохранительные органы провели ряд мероприятий с целью раскрытия данного убийства. Так были проведены рейды по местам дислокации иностранных граждан, в результате которых было задержано десятки выходцев из ближнего зарубежья. При этом близкие родственники и знакомые убитого Егора Щербакова заявляют, что не призывали граждан к народным сходам и тем более к разжиганию в какой-либо мере межнациональной розни. Расследование данного преступления продолжается. Лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский объяснил события в Бирюлево отсутствием должной работы с национальными диаспорами, а также выступил за разработку трехлетней программы по отказу от труда мигрантов. События в Бирюлево лишний раз показывают, что нет необходимости работы с национальными диаспорами. Нужна трехлетняя программа, по выполнению которой отказаться от иностранной рабочей силы, написал Жириновский в воскресенье в своем микроблоге в Твиттер. Ввести в Москве новый институт жесткой прописки, проверять документы и проводить обыски в местах, где много трудовых мигрантов. Депутат предложил проверять документы, проводить обыски в местах скопления трудовых мигрантов и высылать их из России всех, у кого обнаружится огнестрельное или холодное оружие, даже если они не совершали преступлений. Жириновский также пишет, что необходимо ввести новый институт жесткой прописки. 13 октября в Подмосковье после продолжительной болезни скончалась актриса театра «Сатиры», а ее госпитализации стало известно 10 октября. Актриса, известная своими ролями в таких фильмах, как «Берегись автомобиля» и «Старики-разбойники», и множество спектаклей почувствовало себя плохо еще в августе. Ее не было и на открытии театрального сезона 6 сентября. Однако ни актриса, ни ее родственники не давали комментариев. После госпитализации в одну из больниц в Подмосковье в начале октября все спектакли с участием Ольги Аросевой были отменены. Широкоизвестность актрисе принесла роль пани Моники в телепрограмме «Кабачок-13 стульев» и роли в фильмах Эльдара Рязанова. Спектакли с ее участием «Идеальное убийство», «Реклим по родамесу» и «Как пришить старушку» всегда проходили с аншлагом.